Новости на телеканале СКАД ТНТ в студии Надежды Трубачева. Здравствуйте! Начинаем с главного. Президент России Владимир Путин в Москве провел заседание Государственного Совета. Оно было посвящено развитию добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций. В нем участвовал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Все подробности в нашем следующем материале. В совещании Госсовета участвовали руководители федеральных министерств и ведомств. Представитель Государственной Думы, главы субъектов страны, а также волонтер Алексей Трансов представлял Самарскую область. Он вот уже несколько лет занимается инклюзивным добровольчеством. А это самое молодое направление в стране. Наша работа вышла на совершенно другой уровень. Это, конечно, не ответственность огромная для нас, но и возможность. Возможность сделать свои регионы, свои города, да и страну в целом лучше. Так что будем работать. В этом году добровольцев стало больше. В Самарской области их число возросло практически вдвое до отметки почти 100 тысяч человек. Тому во многом способствовал Чемпионат мира по футболу. Участие в нем приняли 2600 волонтеров. Не только студенты, но и люди серебряного возраста. Сейчас активно развивается социальное, медицинское, экологическое и даже культурное волонтерство. Самарская область в 2019 году получит дополнительную федеральную поддержку добровольчества. Я искренне благодарен этим людям замечательным, которые творят добро, дарят свое добро окружающим, приходят на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, которые иногда потеряли веру в себя, веру в окружающий мир или просто потерялись. Так и у нас люди тоже есть, которые помогают найти потерявшихся людей, которые готовы прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается. В Самарской области с начала следующего года уже на постоянной основе начнет работать ресурсный центр добровольчества. По мнению главы региона Дмитрия Азарова, волонтеры могут оказать существенную помощь при реализации на территории области 12 национальных проектов. Прежде всего, в информировании населения о том, какое значение для того или иного человека имеет конкретный нацпроект. Александр Семенов, СТВ. Экономика Самарской области вернулась в зону роста. Произошли важные позитивные изменения. В регионе растут производительность труда, заработная плата, покупательская способность, увеличивается объем торговли с зарубежными странами, развивается жилищное строительство, сообщает в Министерстве экономического развития и инвестиций. Безработица находится на минимуме за последние годы. По данным за осень 2018 года уровень безработицы чуть более 3%. В целом по региону отмечен рост реальной начисленной заработной платы на 7%. Уверенно растет объем торговли Самарской области с зарубежными странами. Также в регионе активно развивается жилищное строительство. Оплатить проезд в общественном транспорте Самары банковской картой можно будет с 1 января. Главным условием является лишь наличие бесконтактной связи. Кроме того, оплатить за билет можно будет с телефона. Также с нового года увеличится и стоимость билета до 28 рублей для граждан. Школьникам проезд обойдется в 14 рублей 60 копеек. При этом школьники и студенты смогут приобрести безлимитные транспортные карты. За 560 и 730 рублей соответственно. Самарская область встретит Новый год без снегопада. Но начиная с 28 декабря и по 3 января в Самарской области синоптики прогнозируют похолодание. Так, 30 и 31 декабря температура воздуха ночью опустится до минус 15-20 градусов, местами до минус 25. Днем ожидается минус 10-15 градусов, местами до минус 20, без осадков. В другие дни будет чуть теплее. В ночные часы минус 10, минус 15, в дневные до минус 10. Погода прогнозируется снежной. В Самаре в парке Гагарина запустили колесо обозрения, конструкцию высотой 55 метров. Установили 24 отапливаемые и кондиционируемые кабинки. Каждая рассчитана на 6 человек. Аттракцион может работать круглый год. Также предусмотрена кабина для маломобильных граждан. В теплое время оборудуют специальный пандус, чтобы в кабину можно было въехать на инвалидной коляске. Проработаны вопросы безопасности. Открыть кабинки изнутри невозможно. На случай отключения электроэнергии предусмотрели запуск дизельной подстанции, чтобы все посетители смогли завершить круг и выйти с аттракциона. У колеса есть несколько режимов работы. При средней скорости оно делает один оборот за 15 минут. Минимальная скорость – оборот за 20 минут. При большом потоке людей один оборот колесо будет делать за 8 минут. Продолжаем выпуск. Похитили коня с городской площади. Нелепое преступление произошло в Тольятти. Мужчина разыскивается за разбойное нападение на магазин. Едва ребенка пострадали в результате столкновения двух автоледи. Об этом более подробно в обзоре происшествий за минувшие сутки. Бессовестные конокрады. Тольятти опять попал в сводки криминальных новостей с необычным случаем. Злоумышленники похитили с городской площади коня. Не живого, а элемент новогодней скульптуры. Тем самым не только причинили ущерб, но еще и лишили частички радости детей и взрослых. Подцепили фигуру на трос и уволокли на легковом автомобиле. Приметы преступников. Мужчины, одетые в темную одежду, передвигаются на приоре серебристого цвета. Предположительно цифровое обозначение госномера 633. Автомобиль имеет повреждение крыла, бампера, фары слева. Очевидно, один из первых вопросов оперативников после задержания будет «Зачем?». Разыскивается за разбой. В Самаре, в магазине на улице Гагарина, мужчина под угрозой ножа похитил 15 тысяч рублей. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, но пока безуспешно. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса России «Разбой». По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина на вид 50 лет, рост 175-180 сантиметров, плотного телосложения, носит усы. Был одет камуфляжная куртка, темные трико, черные кроссовки с белой эмблемой Nike. Всех, кто располагает информацией о преступнике, просьба сообщить в полицию. ДТП с пострадавшими детьми произошло в Тольятти. Женщина на Ситроэн С4 в условиях снегопада нарушила дорожную разметку и столкнулась с Грантой, также под управлением женщины, которая ехала во встречном направлении. От удара автомобиль Ситроэн отбросила вбок, где он врезался в стоящую другую Гранту. В результате ДТП пострадали два ребенка – девочка 2014 года рождения, пассажирка автомобиля Лады Гранта, и мальчик 2013 года рождения, пассажир автомобиля Ситроэн С4. Дети находились в удерживающих креслах. О наиболее заметных спортивных событиях в жизни региона в нашем обзоре. Полузащитник Роман Шишкин перейдет в крылья советов, сообщает несколько спортивных интернет-изданий. В ближайшее время решится, будет ли это аренда или полноценный трансфер. Шишкин является воспитанником московского «Спартака», за который выступал с 2004 по 2010 год. В 2009 году Хавбеку уже приходилось играть за крылья советов. Тогда он провел год в Самаре на правах аренды. С 2010 по 2017 годы 31-летний игрок защищал Цвета Локоматиева, а затем перебрался в Краснодар. В нынешнем сезоне Шишкин участвовал в трех матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями. Защитник Иван Глазков покинул хоккейный клуб «Лада», контракт расторгнут по соглашению сторон. Игрок пришел в нашу команду по ходу нынешнего сезона и в 27 матчах набрал 3 очка и 14 минут штрафа. При показателе полезности плюс 8. Иван Глазков получил предложение продолжить карьеру в клубе КХЛ. Матч с «Факелом» из Нового Уренгоя «Нова» проведет в Новокуйбышевске 29 декабря. Начало встречи в 5 часов вечера. А 5 января туда же, в Новокуйбышевск, приедет Кемеровский Кузбасс. Матчи перенесены из Самары в связи с праздниками. На данный момент «Нова» находится на 10-й строчке турнирной таблицы национального первенства. В активе наших парней 12 очков. Миллиарды кубометров голубого топлива, проходящих по трубам в безопасном и бесперебойном режимах. «Газпром» «Трансгаз Самара» в год своего 75-летия отчитался о проделанной работе. На пресс-конференции журналистам рассказали о работе предприятия в региональном масштабе и об участии в стратегически важных для всей России проектах. 4,5 тысячи километров газопроводов, по которым ежегодно проходит около 85 миллиардов кубометров газа. Таков масштаб деятельности «Газпром Трансгаз Самара». Предприятие работает на территории семи регионов России и участвует в реализации международного проекта «Газпрома Турецкий поток». У нас три магистральных газопровода. Один из них уже подает газ на голубой поток, который находится в соседе с турецким потоком. При строительстве турецкого потока мы планируем, что полностью вторая нитка будет подаваться туда. А одна нитка идет в основном на потребителей Самарской и Ульянской области. Потребление газа в Самарской области выросло в 2018 году более чем на 5%. Для того, чтобы обеспечение потребителей было надежным, проведена внутритрубная инспекция 440 километров трубопроводов. Переизоляция и частичная замена трубы на участках газопроводов общей протяженностью свыше 37 километров. Выполнен различный ремонт на 21 газораспределительной станции. Производственная деятельность сопровождается целым комплексом природоохранных мероприятий. Мы занимаемся совместно с нашими сотрудниками, членами семей, уборкой территории, благоустройством родников, ну и самое главное, экологическое воспитание нашего подрастающего поколения. И ярким примером является выпуск стиральди в реку Волга совместно с нашими детишками. 2018 год для «Газпром Трансгаз Самара» особый юбилейный предприятие отметило 75-летие. В 1943 году был сдан в эксплуатацию газопровод «Бугуруслан» Похвестнево-Куйбышев, который в те годы снабжал топливом оборонные заводы. Самый первый в стране. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. С новыми комфортными условиями. В Борском районе привели в порядок местный дом культуры и два детсада. Тысячи жителей могут использовать обновленные социально значимые объекты в полной мере. Наша съемочная группа посетила район и увидела все своими глазами. РДК в селе Борское давно является центром культурной и досуговой жизни всего Борского района. Здесь проходят праздничные мероприятия, выставки, концерты самодеятельных коллективов, организованы творческие кружки для детей и взрослых. До недавнего времени здание Дома культуры, построенное еще в 70-х годах прошлого века, находилось в плачевном состоянии. Требовались ремонт фасада и замена окон. В этом году, благодаря помощи акционерного общества «Самара-нефтегаз» все изменилось. Теперь это современное здание стало еще и настоящим украшением села. Фасад отремонтирован со всех четырех сторон. С лицевой стороны сделан из покрытия лекабон. С трех остальных сторон уже выполнена штукатурка с последующей покраской. Долгожданный ремонт получили и два детских садика «Солнышко» и «Колокольчик». Второй – постройки 1972 года. Его посещают более 230 малышей с двух лет. Требовался ремонт, здание все-таки уже старое. Отопление нужно было сменить, полы в некоторых группах, линолеум поменять. Кроме этого, благодаря нефтяникам отремонтирован фасад и входные площадки, двери и козырьки. «Самара-нефтегаз» ежегодно сотрудничает с муниципальными образованиями и реализует проекты социально-экономического развития. В этом году таких проектов 70. Основными направлениями стали ремонт и оснащение детских образовательных учреждений, благоустройства территорий, поддержка учреждений культуры и детского спорта. А далее еще немного информации, прогноз погоды и дежурный по городу. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. А мы с вами прощаемся. До встречи. Популярный торговый центр «Московский» приготовил развлечение для всей семьи. Огромнейший канатный городок. Один из самых больших в Европе. Настоящие веревочные джунгли. Тут десятки самых разных маршрутов. Они созданы как для взрослых, так и для совсем юных экстремалов. За детьми наблюдают опытные инструкторы. Я когда первый раз отмечала свой день рождения здесь, мне очень тут понравилось. Я думаю, что когда я слазу по вот этим канатным дорогам, я подумаю, я думаю, что я потеряю страх высоты. Потому что я хочу стать летчиком, и мне не нужно бояться высоту. А это игровая комната. А пока родители делают покупки, дети развлекаются там. Десятки различных компьютерных игр, в том числе интерактивных. А это батутный парк «Облака». Развлечение со спортивным уклоном без ограничений по возрасту. На выбор более 200 батутов и порядка 10 специальных дорожек. И даже огромный лабиринт для детей. За окнами снег и метель. А в аквапарке торгового центра «Московский» всегда тепло и уютно. Это экзотический остров удовольствия. Можно хоть ненадолго окунуться в лето. Бассейны, горки и всевозможные аттракционы. Целый комплекс водных развлечений. Там можно найти себе занятия по душе всей семье. В зале аквапарка «Виктория» 9 бассейнов. Более 10 горок для взрослых и детей. По неспешным волнам ленивой реки можно совершить увлекательное путешествие через гроты искусственных скал мимо водопада. Для тех, кто скучает по морским штормам, специальный бассейн, где волны достигают почти полутора метров. Перечислять все развлечения аквапарка практически невозможно. Понятно одно. Каждый гость найдет себе развлечение по душе. Вообще отлично, все весело, все нравится. Всем советую. За окном сугробы, а тут все встанцы ходят, нормальные шорты.